Добрый ранок! Добрый ранок, друзья! Приветствую вас на моём канале! Вот я и дома. Лягушка-путешественница явилась. Почти полторы недели мы отдыхали в квасах. Всё очень понравилось. Природа. Погода... Не бывает плохой погоды. Погода, конечно, не очень радовала. В течение дня погода менялась буквально каждые полчаса. То снег, то дождь, то ливень проливенный. Ну, такое. Но красота неимоверна. А приехала домой, а у нас уже цветут абрикосы. И вот уже вишня зелёненькая. Природа просто у нас распускается, расцветает. А дома на окне мои любимые фиалки. Я, конечно, бегом приехала и сразу до подоконника. А здесь такая красота. Голубой дракон. Уже так давно цветёт. Я думала, приеду, уже всё. А он всё цветёт и цветёт. Красотулечка моя. И вот долгожданный Ден Лорен. Сколько раз я его показывала в своих видео. То засыхали цветочки. Я его реанимировала. Сто раз пересаживала. Поливала аспирином. Хочу вам сказать, на литр аспирина одна таблетка. И можно поливать. Видите, наконец-то я его вырастила. Вот такие большие цветы. Видите, белые диски и обрамление рюшами зелёными. Я его так хотела, этот цветок, эту мою фиалочку любимую. Видите, что делается? Очень много цветов. И вот безымяшка тоже скоро расцветёт. Синенькая с белой окантовочкой. Очень красивая и нежная. Ну, идём дальше. Ага, смотрите. Я не знаю, как она называется. Подружка дала мне листик. И вот из листика я вырастила. Такую красоту. Так, что ещё тут? Моя белая королева. Это промышленная фиалка. Название я очень такое длинное. Не помню. Так, тут сиреневое волнение. Но ещё нет. Так, да что у нас дальше? А, вот это мир вашему дому. Но тоже купленная на выставке. И никак, никак не хочет свистеть. Тоже уже давно. Как и Дейн Лорен. Ой, вот моя волшебная звезда. Набугнявилась. Будет свистеть. Это детка. А вот её мамка. Мамка тоже будет свистеть. И там, далеко-далеко, это сердце матери. Видите, после моих всех пересадок, они все-все зацвели. Так что я вам советую, два раза в год, если есть возможность, старайтесь пересаживать. Ну, даже хотя бы один раз в год. Ну, и здесь тоже выжили мои листики. Вот так я их оставила. Полила. Видите, в зипер-пакетиках. Ни один не пропал. Молодцы. Здесь где-то у меня даже есть орхидейка. Я вам когда-то показывала. Вот она, деточка. Деточка-орхидеечка. Ну, тоже пока ещё жива. Все цветы у меня были на фитилях. И вот такой, так долго я отсутствовала. И только два цветка выпили всю воду. Вот, видите, почти полторы недели не было. Почему почти? Почти две недели, да? Что я говорю? И они все выжили. Только у двух фиалок. Почему-то они не пили. И плохо тянули фитиль. Земля была как камень. Ну, я разберусь. Надо пересадить. А вот мои детки. Видите, детки я тоже на фитили поставила. Но сейчас я уже убрала фитиль. Пусть они подсохнут. И тоже выжили. Так я всё сохранила. Потерь практически нет. Только одна фиалка пропала. Я её реанимировала, наверное, больше месяца. И она без меня не выжила. Конечно, если бы я была, она бы сохранилась. А вот листики. Видите, какая я жадная. Мне жалко выбросить листик. Я его поставила в воду. А теперь что нам делать? Будем рассаживать. Вот какие корни понарастали. Уже давно пора пересадить. Это очень длинные корни. Надо, чтобы поменьше были. Когда уже в земельку сажать. Ну, вот сегодня займусь. А это уже на подоконнике в комнате. Ну, здесь нет пока цветущих. Ну, слава богу, все живы. А это подоконник на балконе уже. Это синий туман. Тоже ничего не... Вот эта фиалка чуть не пропала. Видите, как она листья опустила. И там уже есть стволик. Значит, пора пересаживать. Вот, это розовая гвоздика. Тоже пока еще не видно. Ой, это хороша невеста называется. Как же она цветет кучно. На ней было столько цветов. Очень много. Ага, вот он мой пудинг. Тоже, видите, сколько тут уже набубнявились. Ну, дальше нет. А за окном весна. Боже, какая красота. Видите, абрикоски цветут. Светечки повыпускали. Красиво. Ну, и здесь красавицы тоже. А, вот это изумрудные розы. Тоже с выставки. Очень сложно дождаться цветения. Ну, буду ждать. Ох, хороша невеста. Хороша. Ну, и волос Венеры мой красивенны. Хозяйство мое цело. Все с ними хорошо. Показала вам. Буду разбираться с листиками. Очень много нарастили там корней. Нужно все пересадить. Ну, что, друзья. До новых волнующих встреч. Встретимся в новом видео. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...